Добрый день, уважаемые жители Саратова, Саратовской области, коллеги. Прошел пол праздников наших, которые мы ждали, которые мы встретили с радостью Новый год. И судя по тому, что мы видим в отчетах за это время, здравоохранение у нас не отдыхало практически, то, которое должно было работать, мы видим хороший, нормальный показатель результат снижения коронавирусной инфекции, уменьшение количества тяжелых больных, освобожденные койки в наших стационарах. Скажу вам с радостью, так как ко мне обращается очень много жителей с такой вот претензией, хватит лечить этот коронавирус, надоело каждый день о нем слышать, надо переходить к лечению основных заболеваний. Скажу вам так, мы не прекращали это делать, и во время эпидемии ни одна койка онкологическая не была сокращена. Когда работала сердечно-сосудистая, работала хирургия экстренная, но, конечно, потесниться нам пришлось, потому что мы не могли открыть 4,5 тысячи коек в поле или где-то. Нам нужны были кадры, нам нужно было оборудование, нам нужны были наши больничные стены. Сейчас хочу вам с радостью своей, реальной радостью сообщить, что начали вводиться специализированные отделения. Так, в первой клинической больнице мы открыли кардиологию, в десятой больнице мы открываем лор-болезни, гинекологию, реабилитацию. В пятой больнице взрослая открываем койки желудочно-кишечного тракта, терапии, реабилитационного плана, в том числе и после коронавирусной инфекции. Очень много освобождено стационаров и уменьшены койки, они пришли в нормальный режим, как в Балакове, так было в Шове, в Вольске и других районных больницах. Конечно, не сразу мы наладим такой темп, но его нужно наладить приема и особенно диспансеризации тех больных, которые пострадали от коронавирусной инфекции и имеют сопутствующие заболевания. Лекарственные средства, скажу, есть любые у нас, те, которые необходимы и по льготам, и по назначениям врача. Они должны выдаваться и будут выдаваться непосредственно на местах ваших поликлиниках. Но особое спасибо я хотел бы сказать тем, кто позволил сейчас входить в этот режим. Мы говорили, давайте достигнем коллективного определенного иммунитета, больше 60%, который сейчас достигнут, но нам надо выше, конечно, к 8, чтобы закрепиться. И мы увидим результат. Результат налицо. Результат налицо. Хотя сейчас мы и продолжаем от нас уходить люди, от 8-10 человек ежедневно. Но это те тяжелые пациенты, которые поступили у нас заранее. Количество больных снизилось, поступающих до 80, опять же, непривитые, непривитые, которые не хотят верить, пока не попадут в больницу в это. И, как бы, койки у нас каждый день уменьшаются. Это хорошо. Но я хотел обратиться к вам не по этому вопросу, А по вопросу возможной, возможной, подчеркиваю, волны, которая может прийти к нам со стороны европейских государств, со стороны переночек, со стороны Азии, со стороны Африки. Это штамм, о котором вы давно уже все слышали, о микро. Не вызывая никакой паники, не нагнетая обстановки, скажу так. Этот штамм опасен только одним, в том числе. Это массовостью поражения заболевательностью и катагиорностью. То есть, количество заболевших в разы может превосходить то, как было при Дельце. Соответственно, скорая помощь, при всем желании, как бы мы ее сейчас не подготовили, не успеет подъехать сразу ко всем имеется в виду. Врачи также не смогут прийти домой ко всем больным, но, как я сказал, ни один больной не должен быть оставлен без контрольного внимания. Мы производим соответствующий ряд мероприятий, такие, как мной будет дано, обязательно встретиться с участковым всем службам непосредственно с инициативными группами родителей по детям, с инициативными группами, кто захочет прийти по участку к врачу, переговорить с ним, для того, чтобы организовать прямые контакты. Этим вопросом мы тоже занимаемся, вы будете об этом оповещены. Как мы будем взаимодействовать, если такая волна пойдет и будет у нас в Саратове. Запасы лекарственных средств мы накопили, они у нас есть, в стационарах. Мы можем развернуть до 5000 коек буквально за 3-4 дня. Это тоже очень хороший, если это будет тоже необходимо. Но в основном акцент по этому заболеванию приняла Европа, приняла другие организации, наш министерство здравоохранения, главный смертный арбитр Шабурашко. Это основной акцент лечения амбулаторной медамы. Мы готовим памятки для вас, которые будут выдаваться всем, кто заболеет, в том числе и по вайбер-рассылке, в том числе и на общих сайтах информации. Мы лечим вирусную инфекцию. Вирусная инфекция в основном базируется в бронхах, в отличие от предыдущих, которые в легких идут. Это сопровождается определенными симптомами, которые тоже будут указаны. Нам главное не потерять тех лиц, которые имеют какие-то осложнения, заболевания, сопустищие, при которых эта инфекция их утяжеляет. Как я всегда говорю, если человек умеет плавать, дать ему 20 килограмм, он все равно проплывет из 20 килограмм. Но если на него повесить костюм 100 килограмм, да, из разных заболеваний, он их не выдержит и пойдет ко дну. Вот ко дну не должен не оттянуть из-за сопустищего заболевания. Надо заранее их выявить, такие как сахарный диабет, подлечить. У нас есть время, у нас есть специализация, у нас работают поликлиники. Компьютерные томографы, лаборатории, все по МС, все идет бесплатно для населения при обращении. Единственное, что скажу, и это все знают, у нас, конечно, имеется дефицит кадрового потенциала, особенно первичного взгляда, особенно на периферии. Будем привлекать, просить институт, будем привлекать, если возникнет такой, и волонтеров, и старших студентов, старших курсов для оказания нам помощи. Ну, я уже еще раз сказал, без всякой паники, без всякого сжатта. И еще одна точка. Вторая вакцина, бустерная, которая, так называемая, ревакцинационная, спутником, доказано, что значительно снижает риск тяжести этого заболевания при микроне и ее смертность, летальность. Время есть, вакцина есть. Не остановили ни один пункт. Внимательно вздумайте, свежите, поговорите. Не верите, как говорится, мне. Я тоже это допускаю, это ваше право. Посмотрите прессу. Только внимательно смотрите прессу, кто и что говорит. Когда говорит врач на месте, когда говорит пациент, который через это прошел, или какой-то академик райен, ДДДГГ, когда зайдешь ему смотреть, где этот академик работает, он никогда к больным не подходил. А мы его слушаем и цитируем. Послушайте тех лиц, которые сделали прививку, как они болели, и тех лиц, которые ее не делали. Это самый результативный опрос, самая результативная память. Это доказательность, которая не требует доказательств. Вот по всем вопросам министерство готово выслушать, обращайтесь, решать вопросы, какие они несложными мне были. Поставлены большие задачи перед нами. В первую очередь я поставил задачу следующего года. Это детство. Для меня детство. Нам нужно его очень сильно поднять, реабилитировать. Это детские поликлиники, которые мы введем. Это строительство новой больницы за миллиард рублей, которые детские, и будем восстанавливать. И заново ее строить с оборудованием фактически на Вольтской целую половину. Это введение новых центров. И то, что сказал наш спикер, обязательно мы должны это сделать. Это приблизить аптечные системы, аптеки и лекарственные средства для жителей нашего региона. Это большая, огромная задача, которую мы должны будем решить. В ближайшее время мы запускаем инфекционную больницу. Это буквально начало февраля. Конец января, начало февраля. Которая заработает у нас. Современнейший центр. С достаточным оборудованием. Самые лучшие бактериологические лаборатории, я бы даже сказал, в России. Это тоже результат. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...